Запись и мы начинаем с вами сегодня значит что я хочу сегодня сказать вам в первую очередь поблагодарить всех тех кто поздравили пожелали доброго как бы добра всего мне всякого разного много чего вот и далее аванс на предстоящий период десятилетия двадцатилетия тридцатилетия по-разному вот в связи с этим хотелось бы сказать что вы знаете я последние несколько лет помню один юбилей на котором мне пришлось присутствовать даме 90 лет исполнилось и когда и задали вопрос скажите пожалуйста секрет вашего долголетия ну у кого как не у долга жители можно это спрашивать спасибо друзья спасибо я вижу что вы вы меня слышите спасибо ира значит и она сказала вот я поделюсь с вами вышли извините немножко отвлек ваше время в начале что самое главное что прозвучало у нее и я это как бы испытываю теперь на своей шкуре и думаю и уверен что это работает это так называемая как бы правильно сказать то не то есть доброжелательность ко всему это движение это отношение к себе очень почтительное как ты хочешь чтобы к тебе относились другие люди так относись к сам себе и относись к другим людям это тоже был одним одним из залогов которые она озвучила ну и естественно она это не сказала несколько в иной форме но смысл был такой что это важно как мы распоряжаемся своей эмоциональной жизнью или своей эмоциональной энергии если мы распоряжаемся ею во благо то это во благо если вы казалось бы растрачиваем свои эмоции казалось бы мы кого-то защищаем там очень эмоционально мы переживаем через то что говорят по телевизору там по радио показывают рассказывают доброход и соседи там родственники неважно кто то мы по-разному к этому и когда мы начинаем очень эмоционально переживать то мы вносим очень много колебаний и растрачиваем свои жизненные силы это не значит что мы должны быть безразличны но быть очень осторожны растрачиваем эмоциональные силы это так это немножко отступление от сегодняшней темы сегодня у нас будет организационные экономические вопросы я не случайно тем кто успели те успели кто нет зайдите в личный кабинет найдите в имя или же найдите новости даже не в личном кабинете а выйдите на сайт skyway капитал найдите новости вы увидите новости которые были показаны про стану где выступал как бы skyway представлен тоже скорее проекты представлены были от белоруссии так вот и конечно очень важно еще и то что значит какие еще новости это то что аттестат соответствие полученные не один а несколько аттестатов соответствия получены именно зао струнные технологии это у нас главная компания которая ведет все работы по заказу global transport investment то есть gti вот и наша главная компания стопроцентно принадлежащая global transport investment жить я она получила два очень важных сертифицирована она по поводу того чтобы могла сама осуществлять проекты 3 4 степени сложности наши проекты все подходят под эти категории вот сама и плюс кроме того еще сертификат который позволяет ей выступать как генеральный проектировщик в проектах то есть это к тому что она может быть генеральным подрядчиком есть она генеральный подрядчик она же может выступать генеральным проектировщиком что это значит это значит что проекты которые заказываются они могут быть выполнены самой компании или же она имеет право курировать эти проекты это очень важно. То есть, не надо никого со стороны заказывать. И это надо учитывать. Это наш плюс и это очень важно. Вторая такая новость, которую я считаю важным с вами как бы поделиться. Сейчас я выключу. Тут у меня еще это телефон. Я сейчас не могу говорить. Прошу прощения. Значит, это то, что Сергей Сибиряков подготовил и практически, скажем так, приоткрыл дверь на рынок Южной Америки. Не будем вдаваться в подробности. Он сам был немногословен. Вот и я не буду приоткрывать это дело. Мы находимся сейчас уже на такой стадии развития. Я предупреждаю всех быть очень осторожными. Это то, что к нам очень внимательно присматриваются. Это чувствуется во всем. Сейчас не буду в детали вдаваться, но скажем так, давление потихонечку начинает усиливаться. Но с одной стороны давление, а с другой стороны интерес, интерес к информации, приглашение на беседу, расскажите одно, расскажите другое и так далее. То есть, это все очень важно. А южноамериканский рынок, там страны, которые просто, ну вот, захлебываются, им нужно в первую очередь именно грузовой транспорт, это карго-транспорт, как он называется, то это, в общем-то, мы в дальнейшем посмотрим, практически было предусмотрено или предвидено еще на стадии составления бизнес-плана его корректировки в 2015 году. Здесь, в этой сегодняшнем как бы представлении, о чем мы будем говорить, там будет и об этом сказано. Итак, дорогие друзья, давайте пойдем шаг за шагом. Я начинаю и буду начинать всегда с этого плаката или, скажем, баннера, который выставлен в Минске. Мы за землю сегодня в ответе. Скажут спасибо, завтра нам дети и дети детей. Поэтому очень важно это помнить. Я это себе зафотографировал и вам буду каждый раз показывать. Глядишь, потихонечку и мы начнем на подсознательном уровне осознавать, что это такое. Значит, смотрите. Вопросы на 17.08. очень важно. Что можно делать с акциями, что нужно делать. Очень много задаются вопросов. В связи с этим, если вы смотрите сейчас на этот слайд, то здесь внизу видно, значит, я сделал скриншот с первой строчки моего сертификата, сертификата, который показывает о том, какие у меня там есть акции. Здесь видно, что у меня есть зарегистрировано 4.04.17 акция 38 миллионов 900, там сколько там, то есть миллиардов 936 миллионов первое и последняя акция, это всего тотально это 300 акций, мое имя, мой адрес, мой имейл, дата рождения, место рождения и так далее. Что в этой строчке очень важно? Многое здесь может меняться, кроме номеров акций, кроме даты их приобретения и номера так называемого вот этого пакета, да, вот, и даты рождения и место рождения, адрес, фамилия, имя, все может меняться. Поэтому, что, почему это привел, значит, что с акциями делать? Самое главное сделать с акциями то, чтобы они были зарегистрированы. Это касается и любой компании в РСВ, через РСВ, если вы инвестируете, естественно, через площадку или платформу Skyway Capital, так называемую, в которой мы с вами сейчас находимся, и, естественно, для СВИГа, потому что в чате у нас эти вопросы проскакивают, люди дают комментарии, но я еще раз хочу сказать, что делать с акциями? Инвестировать, оформлять их наличие после того, когда инвестиционный пакет полностью, как бы, подготовлен и оформлен. Это очень важно. И вот то, что вот эта такая строчка есть, это значит, не важно, где вы, в каком кабинете она у вас проявляется, она должна проявиться в любом кабинете, она говорит о том, что вы являетесь в регистре, вы занесены в регистр акционеров «Евро Азиан Рейл Скорей Системс Холдинг», в данном случае второй компании, «Холдинг 2», вот, эта строчка говорит об этом. Есть у меня строчки там и в «Евро Азиан Рейл Скорей Системс Холдинг», не второй компании, а первый. Таким образом, прошу вас это всем учесть. Не важно, где вы находитесь в этой компании, отображается у вас, соответственно, на том личном кабинете, где у вас есть. Но самое главное, чтобы это было у вас. Что с ними еще делать и что нужно делать? То есть, первое, это зарегистрироваться и проследить, чтобы вы были занесены. То есть, оформлено, верифицированно, проведена вся эта процедура. Второе, это то, что вы являетесь, как бы, и что можно с ними делать? Пока ничего, пока иметь свой пакет, быть готовым к тому, чтобы можно было их использовать. Вот. Они не являются сейчас оборотными документами, их нельзя не продавать, нельзя никому их покупать. В дальнейшем можно будет и надо готовиться к тому, чтобы можно было бы их отчуждать или же... Звук есть? Так, есть звук? Есть. Тамара, посмотрите, что-то у вас там не то. Я вижу, что у меня, от меня звук идет. Дайте мне обратную связь. Еще раз. Есть, да? Спасибо. Артур Батуми. Артур, почему вы шли из чата? Значит, если это ваш был эмоциональный ход, подумайте над этим. Хорошо? Здесь сейчас, пока я закрываю эту тему. Сегодня люди искали вас, я совсем забыл, что вы из чата ушли. Значит, смотрите. Еще раз об акциях обратно. Значит, и с акциями очень важно то, что появится возможность их отчуждения достаточно быстро, потому что, видите, здесь седьмой пункт. Мы будем немножко говорить сегодня о десятом, одиннадцатом этапе быстрый проход. Скорее всего, будут подряд. Я не исключаю, но это не мне решать, что фактически будут объявлены два этапа сразу. Это вполне реально, потому что экономические показатели показывают, что вполне это можно сделать. Вопрос только в том, как обслуживать весь этот процесс, скорее всего, вопрос стоит в этом, а не в том, что мы сегодня не готовы. Потому что, в целом, процесс по бизнес-плану идет, и мы близки к уже, скажем, вот в этом промежутке 10-11. Поэтому, если бы сегодня я принимал это решение, то для меня вполне достаточно факторов, чтобы подумать о том, что сразу объявить какой-то период, что, скажем, с такого-то по такой-то десятый этап, с такого-то по такой-то одиннадцатый этап. вполне вероятный вариант. Но это мое мнение. А мое мнение не всегда крайнее. То есть зачастую или не есть крайнее. Таким образом, обратно к акциям. И с акциями, скорее всего, как я уже говорил, на мой взгляд, рациональным становится возможность и необходимость компании, со стороны компании, это Евразин Rail Sky Assistance Holding или GTI материнская компания, она будет организовывать обратный выкуп акций для тех, у кого такая необходимость есть. Но это только как жизненная необходимость. Я рекомендую этим не пользоваться, но возможность такая должна возникнуть. Вот это можно будет делать. И в дальнейшем при выходе или же на ICO или IPO. ICO это инициация криптовалюты или крипто токенов, открытое предложение. Тогда они должны быть связаны с акциями каким-то образом. Все это очень непросто. Поэтому давайте об этом не говорить. Это предположения, различные размышления. на тему как могло бы быть. Наиболее реальные вероятно это IPO, то есть так называемое открытое предложение акций на мировой бирже. Одной из бирж. Подготовка шаг за шагом потихонечку идет. Таким образом, но зависит она, как я уже говорил неоднократно, от факторов экономической об этом мы сегодня тоже немножко поговорим, экономических результатов. Теперь давайте еще раз об рисках. Я несколько вебинаров назад заикнулся об этом, но мы так и не пришли с вами к тому, что за риски у нас есть. И вот я сейчас снова открываю эту тему и пройдемся очень быстро. Нам надо знать, потому что люди спрашивают и говорят, у нас вообще рисков нет. Ну извините, у нас венчурный проект, риски есть, бизнес-планы нехорошо изложены, кто не знакомился с бизнес-пранк строительства по 15 этапам экотехнопарка, познакомьтесь, но я прокомментирую риски. Маркетинговый риск, маркетинговый риск, это риск того, что удастся ли выйти на контракты и работать по контрактам и предлагать на рынке. Тенденции, в которых сейчас находится компания, это индийский рынок, это рынок Индонезии, это рынок Юго-Восточной Азии, это рынок подготавливаемый, рынок Южной Америки, они показывают о том, последствия мы немножко посмотрим, что бизнес-план предполагал на этот и следующий год, они уже предполагают, что маркетинговый риск, скорее всего, хотя он и здесь оценивается как средний, риск оценивается как средний, но это абсолютно реально, но он значительно ниже, чем средний. На сегодняшний момент, я как эксперт худо-бедно не совсем последней категории, могу это сказать, что маркетинговый риск не очень сильный. Есть нюансы, могут быть какие-то неувязки, но они опять-таки стыкуются и упираются во временные факторы. Не удается какое-то что-то там просветифицировать, что-то вовремя получить какое-то согласование на разрешение начать работы и так далее, и так далее. Это сплошь и рядом встречается даже в таких технологиях обычного градостроительства, там коммуникации строительства, строительства комбинатов и так далее. Это везде случается, но это временные риски. Маркетинговый риск минимизирован. Далее, стандартные технологические риски. Здесь присматриваются проблемы, связанные с техническим обслуживанием, стандартного оборудования, приобретение этого некачественных материалов, это сбои в поставках различных узлов, производства собственных каких-то конструкций, собственных этих самых скажем качества уровня, технологические и технического уровня качества этой продукции или этих узлов. Различный запуск этого оборудования. Поэтому в конечном итоге это опять упирается во временные риски. То есть временной фрактор здесь самый главный. здесь нет таких технологических рисков, которые бы показывали на то, что что-то неисполнимо. Оно исполнимо, но если сегодня это не сделали, то этого есть раз, два, три, четыре какие-то причин, где-то просмотрели, что-то не доделали, это все надо доделать, переделать, привести в соответствие и это будет исполнено. Но на неделю позже. Вот. Вот это таков стандартный технический риск. Далее, инновационно-технологические риски. Риски имеют две основные составляющие. Здесь это обычные инновационно-технологические риски, это так называемые новые какие-то технологии. Я хочу здесь сразу сказать, что все основные элементы, которые вводятся, они не вводятся на уровне абсолютно каких-то несравнимых или новых, не соответствующих каким-то стандартам технологий. Они на уровне соответствующих технологий, сравнимых технологий, но требующих отработки и сертификаций. Поэтому научные проектно-конструкторские риски, это значит, что разработчики переоценивают какие-то преимущества технологий или еще чего-то. Но расчеты, которые делает КБ, те испытания, которые проводились в озерах, заметьте, 2001-2009 год. Ведь большая серия испытаний прошла там, подготовительных испытаний. И естественно, сейчас проводится очень много испытаний, сертификационных испытаний, отладочных испытаний и доведения показателей до нормативных. И это очень важно. Ага, тут есть вопросы. Я пришел на четвертый. Так, Владимир, а мировое правительство нам не помешает? Вы знаете, Евгений, вы знаете, что такое мировое правительство? Это с одной стороны некоторые умные люди говорят, что одним из умных людей, я считаю, Ларису Артамонову. Она порылась, поразбиралась. Последнее, я от нее последним слышал, это здесь на конференции в Таллине высказывание, что мировое правительство это миф придуманный. И тут есть один нюанс. Если мы заговорим, мировое правительство меня уже давно нету, я выключил себя в своей фотографии, заметил, что я сижу как мумия, не двигаюсь. Значит, дело в том, что мировое правительство это действительно в какой-то степени миф. Есть люди или группы людей, которые заинтересованы, но так называемого правительства скорее всего нет, а люди, которые играют ключевые какие-то роли в процессах мировых, они сейчас начинают как бы отключаться или их отключают ситуации, которые происходят в мире. Вы заметите это со временем, вот, и такого, что ли, какого-то давления, да, какая-то борьба происходит, идет борьба между кланами, идет борьба и какие-то соперничества между направлениями, это все происходит. Сопротивляться, естественно, не прямо, а косвенно какие-то сопротивления будут, но вы знаете, что технологии, которые жизненно необходимы, она все равно будет пробиваться, и поэтому это тоже, здесь, опять-таки, фактор времени, он все равно сработает. Ротшидс, да, теневое правительство, ну, смотрите, а что происходит у них, у них уходят одни, значит, так называемые столпы, а другие, другие подключаются не так эффективно, увидите, буквально, это же ведь мировые процессы, они же не секундные, не триггерные, а требуют тоже каких-то временных, а мы находимся в 2017 году, это ключевой год, когда, скажем, силы, светлые силы, поддерживающие силы, развитие человечества, создают разные предпосылки и поддержки для того, чтобы мир переходил в другой режим сосуществования, а отсюда и вся остальная химия, друзья. преддиктор скорее заинтересован, конечно, правильно, если такового можно обозначить, в принципе. Выживать нужно земле, они понимают и преобладают силы, которые готовы за это бороться. Так что, да, да, Юра, окей, пошли дальше. Потом, смотрите, инновационно-технологические риски, далее смотрим, у нас здесь есть, значит, что производственные риски, которые относятся к той же группе рисков, это, значит, связаны с качественным, с качественным исследовательским, с качеством исследовательских проекта, конструкторских работ, машиностроительных работ для экотехнопарка. Эти риски, они еще в свою очередь там на авторские риски, что-то промахнулись где-то, что-то не доделали, не отработали, но здесь можно сказать, что большие подготовительные работы сделаны, имеется большой задел, и эти риски этим регулируются. То есть, если мы рассматривали сейчас, проводили бы с вами свод-анализ, то есть, так называемые сильные и слабые стороны, возможные опасности и риски, то есть, такие риски. И вот, как раз, И что-то предоставлено, то есть, так называемые, что с вами, что-то, Продолжение следует... 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 То, что где, например, авторские риски, риски есть, но у этого есть резерв, ресурс их сглаживания. И вот это вы все в бизнес-плане увидите. Это и изобретения, которые существуют, это и определенные наработки, это опять-таки те испытания, которые уже проходили и проходят и так далее. Это проектно-конструкторские риски, это связано с качеством научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. Эти риски тоже минимальны. Идет разъяснение по каким причинам. Я уже об этом говорил, не буду сейчас повторяться. И, значит, в целом, вот очень честно, открыто все расписано. Поэтому никогда нельзя говорить, что рисков нет. Мы еще раз повторяю, стартаповский или первый стартовый проект эко-технопарк. Таких эко-технопарков ни одного в мире нету, где аналогичные технологии сертифицируются и испытываются. Поэтому это, скажем, венчурный проект. Но, с другой стороны, он абсолютно обеспечен, минимизирован по всем обозначенным, по всей матрице всех обозначенных рисков. И это очень важно, дорогие друзья, нам учитывать тем, кто сами являются инвесторами, чтобы не тряслись со своим портфелем, что ой-ой-ой, вот у меня тут портфель акций, вот вдруг что-то случится, да, вот у меня там мои эти самые, вот, например, мои эти 300, 300, 300, 300, 300, где тут, да, вот 300 моих акций, что-то с ними тут случится. Или 300 тысяч, или еще что-то. Поэтому это очень важно, очень важно знать и учитывать. Теперь смотрите, что нам еще здесь очень существенно. Так, очень нужен хороший вебинар по оформлению, по оформлению, Евгений. Вы знаете, вот, интересный вопрос, оформление завещания. Хорошо, я могу вам рассказать, как, откуда надо начинать. Но, вы знаете, это, скажем, разговор такой, что... Любой нотариус, вот, причем это делается бесплатно, дорогие друзья, сходите, не поленитесь те, для кого этот вопрос важный. А я так понимаю, что это люди, для всех людей, которые, и это правильно, что вы задаете этот вопрос, Евгений, в данном случае. Значит, что надо думать о том, мы все приходящие, уходящие на этой земле, вот, и не хотелось бы, абсолютно с вами солидарен, не хотелось бы создавать лишних проблем. Но что в этой связи, сколько вы затронули завещание, что здесь очень важно? Здесь важно то, что, это как раз к вопросу, значит, об акциях, опять, что нужно делать. Вот, это нужно делать здесь следующее. Сходите просто к нотариусу, узнайте, что нужно вообще для завещания. Акции являются таким же предметом собственности кого-то, Иванова, Петрова, Сидорова, в данном случае, вас, Евгений, меня, Владимира Маслова. Значит, и входят в мое имущество, которое предстоит, значит, впоследствии разделить между моими, или чьими-то там, у кого-то, у другого, между наследниками. Но наследство можно и при жизни его завещать, в данном случае речь идет о формировании завещаний. И о завещании есть анекдот, он не очень хороший, я его здесь не буду озвучивать. Вот, вы и сами, может быть, вспомните, да, когда, значит, старый дед добивался хорошего нотариуса, самого лучшего нотариуса, найдите мне, ну, там все суетились. У меня такое завещание мощное, вот, и он писал-писал и стал спрашивать, что, как правильно писать, никому и ничего вместе писать или отдельно. Типа того, там еще более сально было высказывание. Поэтому это такое лирическое отступление. Вот, в данной ситуации мои рекомендации, сходите к нотариусу, узнайте, что надо для завещания. Но что надо нам знать, и с моей вот точки зрения, важно учитывать. Это то, что неплохо задуматься и над тем, что когда вступит в силу, или когда понадобится использовать это завещание. Понимаете? Ведь вопрос-то в том, что завещание же его же еще получить надо. И сегодня это просто ценные бумаги, которые не ценные за пределами компании. Это просто акция номер такая, по акции номер такую-то. Это пакет внутри компании. Но со временем, год-два и все, и они становятся ценными бумагами. И у них появляется цена. Сегодня у них номинальная стоимость 1 доллар 1 акция. Я думаю, что они будут не ниже, а выше этого. И любое завещание, обретение права на завещание и получение имущества, оно предполагает оплату определенных налогов. И вот об этом надо подумать. И может быть даже имеет смысл так называемый пакет, на который, например, могли бы распорядиться, продать какой-то пакет акций, чтобы вступить в права пользования остальным завещанием. Ну, например, у кого-то там миллион акций, он еще как бы заказал пакет акций на 100 тысяч или на 150 тысяч. Это для того, чтобы его можно было бы реализовать и получить завещание в свою собственность, миллион акций, условно говоря. И с них пользоваться дивидендами. Понятно, да? А не начинать продавать от миллиона какие-то акции, чтобы вступить в это пользование. Причем там тоже надо это учитывать. Когда наступит факт вступления в завещание, то неплохо в завещании написать, что, например, поручить какому-то там нотариальному бюро или адвокатскому бюро распорядиться акциями таким образом. А это они имеют право до того, как выдать всю пакет завещания. То есть, одним словом, не буду я сейчас заморачивать ваши головы, а лучше всего сходите к нотариусу. А я уже с вашей подачи действительно постараюсь оформить или подготовить вебинар по оформлению завещания. Тогда вынесу все такие вопросы, на мой взгляд, актуальные и немножко поговорим на эту тему. А те, кому это существенно, еще раз повторяю, сходите к нотариусам и поговорите с ними на эту тему. Это бесплатная... Знайте, что это бесплатная консультация. И не стесняйтесь, задавайте разные вопросы, и тогда вы будете знать. И тогда сможете мне задать вопросы, если это будет для вас существенно. На мой взгляд, есть авторские риски и переоценки значимости. А именно, что Юницкий открыто декларует идею заменить струнами все автомобили... Нет. Сибирякову такое говорить еще простительно, но Юницкому как главному лицу уже нет. Сергей, такие фразы отпугивают потенциальных заказчиков и крупных инвесторов. Ну, вы знаете, это дело вкуса. Значит, Юницкий открыто декларует идею замену струнами всех автомобилей. Вы знаете, а почему вы не замахнутся, а что тут стесняться? Их надо заменить. Вы же понимаете, это типа того, что, значит, тот, кто строил железную дорогу в 1856 году, начал строить из Москвы в Ярославль, или сначала вообще 15 километров построили там до какого-то места там, недалеко от Москвы, предместе Москвы. Продекларировал, что, дорогие друзья, скоро мы заменим весь грузовой транспорт железнодорожным транспортом, чтобы перевозить грузы. Ну, что там такого? На тот момент, может быть, это действительно было вызывающе. Но я уверен, что как только мы будем способны, значит, своим... Появятся еще другие технологии, не только Skyway. Юницкий молодец, он декларирует, постоянно посылает наверх заказ, что мы, мы первые, мы первые. И это очень важно, от этого зависит наше общее благополучие. Поэтому не надо его осуждать. А те инвесторы, которые крупные инвесторы и заказчики, пугаются, ну, как говорится, если они пугливые, то, как говорится, им и карты не в их руки. В какой-то момент они перестанут быть пугливыми. Не стесняйтесь на этот счет. Я абсолютно считаю, что тут ничего страшного нет. Нет, я с Беларуси нотариально оформил наши доли. Не доли акций. Проблем в этом нет. Но каждая бумага долларов услуга. Ну, 7 долларов услуга. Ну, да, там есть какая-то другая вариант, да. В личном кабинете я указывал своих детей, если вдруг они... Что, надеюсь, и без завещания не являются наследниками? Нет. В каком личном кабинете я указал, что вы там указали про своих детей? Дети, они есть дети. Можете написать, где хотите, но завещание и указ в личном кабинете – это большие разницы. Или это... в этом есть... ну, разница. Личный кабинет не является никаким нотариальным следой. Как с вами связаться, Казахстан? Ну, вот в конце увидите, как. СПБ, привет всем, привет. Что надо оформить через нотариусы? Не придумывайте, что надо оформлять. Ничего не надо оформлять, Павел. Конечно. Это у кого вдруг появляется вопрос? Дело в том, что завещание, оно в конце концов оформляется. Да, конечно. Ну, пардон. Дело в том, что кто-то хочет завещанием, Володя, кто-то хочет завещанием это дело оформить. Одно дело, когда в мир и новый ушел господин или мистер Иванов, имел там пакет своей акций, да? Ну, и у него там наследников пять. Ну, там потягались, потягались, нотариус сказал, по долям разделили и все, да? Совсем другое дело, когда у него есть завещание. Он свою волю высказал. Вот. Хотя там тоже можно все оспаривать. Поэтому пускай сходят к нотариусам, вот, да, правильно, вот, исправляйтесь, Володенька. Так, давайте пойдем дальше, дорогие друзья. Значит, что касается по акциям, мы немножко и по завещанию поговорили. Теперь, на что мы опираемся и что видно из бизнес-плана. Повторим возможности привлекать инвестируемую технологию. Так, давайте посмотрим, что дает нам. Ага. Инвестирование, возможности и направленность. Я еще раз, мы с вами про риски поговорили. Я вот брошюру взял и смотрю, что лучше нигде не сказано. Коротко и четко. Венчурный, девелоперский, инвестиционный проект с формой финансирования. Краудфаундинг, инвестирование, народное кредитование, как инвестиционное кредитование. Инвестиции обеспечены капитализацией. Это очень важный момент. Капитализация постоянно наблюдается. Идет информация. Все то, что в кабинетах наших, даже информационный выпуск, который мы сегодня вначале смотрели, он является элементом информирования инвесторов. Это не просто так мы кому-то просто говорим, что это есть. Это такое обязательство есть. И это один из элементов, по которому выполняется это обязательство, что инвестор должен быть проинформирован. Инвестиционный период по бизнес-плану состоит из 15 этапов. Всем четко изложено, есть бизнес-план, доступ есть, все это видно. Организационный временной период 2014-2017 год. Сейчас мы это тоже еще посмотрим. Дисконт, бонус, дисконт, это бонус за риск, уменьшается с каждым последующим этапом. Факт. Номинальная стоимость акции внутреннего доступа 1 доллар США. Слава Богу, это мы все уже усвоили. После выхода технологий Скавей на мировой рынок, при благоприятных условиях для компаний и акционеров, акции будут выведены на международную биржу в открытый доступ оборот. В самое благоприятное или в одно из благоприятнейших времен. Когда наступает, что такое является благоприятным предпосылками благоприятствования выведения акций, об этом мы уже говорили, будем еще говорить не один раз. Сейчас высокая выгода, высокий риск. Да, выгода высокая, посмотрите какой дисконт, но есть высокий риск. Но риски с каждым этапом минимизируются, друзья. И поэтому вот у нас очень хорошо было на одном из семинаров, да и на конференции Влад Волков показывал, с чего мы начинали и куда мы пришли. То есть мы размахивали в 2015 году, мы просто размахивали руками, указывали, что вот есть бизнес-план, есть то, то, то. Все, большинство тех вещей, о которых мы тогда говорили, сегодня уже капитализировались. И мы это видели на Экофесте, и это мы видим из информационных выпусков, дорогие друзья. Это очень важно. Далее, имеется возможность привлечения к инвестиционным технологиям, дополнительных микроинвесторов. Есть такая возможность, над этим надо работать, мы работаем. Акции, находящиеся во владении инвесторов, после выхода акций, компании в открытый доступ, могут быть использоваться инвесторами для долевого участия в других адресных проектах на опционных условиях. Об этом мы тоже говорили. Дивиденды получаются за счет отчислений 20% от суммы годовой прибыли. В прошлый раз мы об этом говорили. Прогнозируется возможность значительного роста рыночной стоимости акций выше 1 доллара. Это тоже благо, которое нельзя сбрасывать со счетов. И реальная прибыль от продажи акций на бирже, еще одна возможность инвесторов. То есть, смотрите, сколько возможностей. Поэтому риск высокий, но высоки и возможности. И это надо учитывать. Так, вопросы. Не придумывайте, что надо оформлять через нотариуса. Да, это Павел уже говорил. Это мы уже прошли. Беларусь, я вам написал логин, скайп и личное сообщение. Так, да. Дело в том, что позже налог будет велик. Нет, дело в том, Марина, значит, налога сейчас нет. Нет, позже будет налог. В этом какая-то есть, какая-то логика в этом у вас есть. Что если, допустим, вот дело в том, что позже налог будет велик. Да, если сегодня оформить завещание, то оно стоит, ничего практически не стоит. Но если это завещание потом, как бы, оформлять позже, это будет дороже. Это факт. Но вступать во владение завещанием, это не играет никакой роли. Оформили вы завещание или не оформили завещание. На момент, когда придется воспользоваться, как бы, вступлением во владение этими акциями, да, было это по завещанию или без завещания, государственный налог надо платить, исходя из тогдашнего состояния и рыночной стоимости этих ценных бумаг. Так что от этого все равно никуда не уйти. Но, как мы говорили, налоги все равно, друзья, платить надо. И от этого никуда не уйти. Это социальная среда, в которой мы с вами находимся, которой мы пользуемся. И мы должны, должны, это наша должность, мы пришли сюда, в этот мир, отработать свой социальный долг, свои социальные опыты, свои социальные задачи, общение с самим собой, с самыми близкими, с дальними и так далее, в сообществе. Но, и, соответственно, мы должны поддерживать это сообщество. В противном случае социум к нам не будет благоволить. Не только в смысле законом, но и на энергетическом, на эфирном уровне. Это надо, дорогие друзья, участвовать, учитывать и прошу, а здесь очень правильно к этому относиться. Это десятина, так называемая, церковная десятина. Она не случайно была введена, не для прибыли, а для блага. Так, дело в том, что, да, 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 Марина, ага, так есть, пошли дальше. Таким образом, друзья, переходим с вами на следующий момент. Смотрите, инвестиционный план. Я хочу немножко вам показать, мы с вами находимся где? Вот, уже в 2017 году. По годам реализации проекта здесь видны, какие затраты надо сделать. Вот здесь и того затрат 240 миллионов расчетно миллионов, инвестиционный план. По 2015-м 8 миллионов, в 2016-м 105 миллионов, в 2017-м 126 миллионов. Вот, и это предполагает, что когда вот эти все инвестиции произведены, 240 миллионов, у нас все сделано. Источники финансирования. Смотрите, заемных средств у нас нет. На текущие затраты идет в этом году 8. Там текущие затраты, это различные расходы, которые, не будем сейчас их раскрывать. На капитальные, все основное идет на капитальные, в том числе и на инвестиции всего 126 миллионов. Вот, и таким образом, в том числе, 126 миллионов собственные средства. Все средства получаем сами. То есть, за счет нас, за счет компаний, за счет инвесторов, которые верят в компанию, которые ей доверяют, которые с ней сотрудничают и тем самым продвигают проект. Дорогие друзья, вот наш бизнес-план с вами. 2017 год, он завершающий. Поэтому здесь видна структура. Заходите в бизнес-план, там можете ознакомиться с этим делом более подробно. Но, фактически, мы с вами находимся уже на последнем предэтапе. Этим годом практически будет введен экотехнопарк, полностью сдан в эксплуатацию. За исключением, может быть, по всей вероятности, удастся и в рамках экотехнопарка сдать эту часть уже и высокоскоростной трассы. Но то, что за пределами экотехнопарка, это еще займет и времени, и целый ряд работ, которые надо будет там провести. И поэтому это уйдет в 2018 год. Но это не значит, что экотехнопарк будет сдан в эксплуатацию по всем основным другим видам транспорта и трасс. Причем, не предусмотренных бизнес-планом, возникнут до конца года еще две новые трассы по сертификации совершенно новых условий наклонных трасс. Это будет введено. Далее. Теперь смотрите. Здесь есть такая вещь. Это программа производства и реализации услуг. Это очень важный момент. Для чего я здесь его привел вам? Обратите внимание на следующие вещи. Смотрите. Здесь годы по периодам, кодам реализации проекта. 16-й. Мы находимся сейчас в 17-м. Что мы в этом году видим? Городская берельсовая трасса. Проектирование. Городская монорельсовая. Это проектирование. Одна. Одна. Грузовая трасса. Проектирование. Сколько? Три трассы в этом году. Строительство. Пол трассы. Штук. Да? Высокоскоростная трасса. Проектирование. Идет. Одной трассы. Итого. По всем трассам. Шесть штук. В проекте. Пол в строительстве. Это реальность этого года. Это было предусмотрено бизнес-планом. Но здесь очень важно и то, что уже с А следующего года начинается поставка оборудования. Поставка оборудования. Где? Смотрим. Грузовая трасса. Поставка оборудования. Это говорит о том, что наиболее интенсивно вводятся грузовые трассы. А что мы видим? Все делается для этого. Индия. Грузовые трассы. Индонезия. Грузовые трассы. Южная Америка. Не случайно туда. Не просто так вот вздумали. Давай поехали туда. Нет. Все очень тонко продумано, дорогие друзья. И об этом не надо много где-то говорить. Но вот нам, инвесторам, которые в это дело вкладываются, это является аргументом. Далее смотрим. Городская берельсовая. Берельсовая. Двухрельсовая дорога. Это проектирование уже 2,5. Строительство. Ну как бы трассы. Двух трасс городская. Монорельсовая одна. И 2,5. И высокоскоростная трасса. Проектирование 3,5 трасс уже. То есть всего проектирование 16,5. Строительство 3. И поставка оборудования на одну. Это 2018 год. Вот если это посмотреть, мы начинаем ощущать, когда имеет смысл. Вот уже в 2018 году можно вполне говорить о том, смотрите, 16 проектов. 16 проектов. Это уже очень сильное слово для того, чтобы выводить. И плюс к тому моменту, сколько уже внутренних пакетов акций распределены, распространены, а освоены акционерами. И вот теперь, представьте, выходит компания на мировой рынок через IPO или готовится для выхода на IPO. Привлекаются еще активные, так называемые, потенциальные инвесторы, которые говорят, вот мы готовы, готовы приобрести. Смотри, половина уже реализован акций. Если компания работает по полной программе, уже начинает, появляется смысл вывода. Я уже не говорю о 2019 году. Смотрите, в два раза выше всего. Здесь у нас уже много трассеров. Так далее, так далее, так далее. О чем эта таблица говорит? На мой взгляд, смотрите, значит, строительство. Дальше мы еще сейчас посмотрим, что начиная с 2020 года, можно уже очень сильно готовить свои кошельки для развития, для приобретения, вернее, для откладки своих дивидендов. Они начнут появляться. Они уже здесь появятся, здесь, но существенно все закрутится здесь. Здесь, наверное, даже еще раньше, это так называемый, это оптимистический, но он оптимистический. Сейчас мы идем даже более, как бы, вернее, есть потенциал, что это можно будет еще и переплюнуть, вот этот оптимистический вариант. Есть пессимистический, там несколько хуже эта картина, но мы находимся близко вот к этому варианту. Поэтому я его здесь вам и показал. Так, вопрос есть, да? Будет ли отработана в Экотехнопарке технология строительства с помощью роботов, дабы продемонстрировать, что трасса сможет продвигаться, продвигать саму себя? Да, элементы какие-то будут обязательно использованы. Вот, значит, отрабатываться будет, естественно, не где-то на полигоне, а именно в Экотехнопарке. К этому ведутся подготовки. Ведется подготовка, как уже высказывал у нас, значит, большой прогнозист Сергей Сибиряков. Это вариант использования и дроновской технологии. Там целый ряд есть, не буду сейчас даваться, это не тема нашего сегодняшнего разговора, но будет. Будет, да. Когда будем начать привлекать крупных инвесторов? А вы знаете, крупных-то инвесторов, как вам сказать, они сами сейчас сюда рвутся. Да, и привлекать их можно и нужно. Но самое, что такое крупный инвестор? Разве Индия не крупный инвестор? Я думаю, что очень крупный. 400, 300 проектов потенциальных. Да, они требуют сертификации. Но вы же понимаете, что крупные инвесторы, это как вам сказать, они же ведь присматриваются. И мы-то не очень сильно заинтересованы, чтобы здесь очень быстро появилось очень много крупных инвесторов. Тема закроется. Я так думаю, что вот эти этапы, то, что мы там с вами говорили, значит, смотрите.